приветствую вас друзья с вами я шевченко александр и канал академии счастья сегодняшняя тема это как исполняются мечты желания и конечно же поздравляю всех с наступающим новым годом потому что исполнение желаний это то что на самом деле очень важно что радует людей когда наши желания мечты исполняются то мы хотим чтобы это происходило мы хотим чтобы это было с нами но на самом деле желания действительно они бывают такими краткосрочными бывает раз что-то пожелал потом это ушло и не хватает такого вот постоянного намерения и когда мы можем поддерживать это намерение например считаем что так хотим чтобы произошло хотим чтобы например было хорошее здоровое у нас состояние у нас у наших близких то есть и очень важно поддерживать это намерение, поддерживать его существующим. То есть каждое мгновение, чтобы оно продолжало и продолжало существовать. И тогда это уже не будет не просто краткосрочное желание, а настоящее намерение. И вот так можно это делать в течение всего года. То есть каждый день уделять этому время, уделять этому сколько вы хотите, можно уделять этому минуту, можно 2, можно 5, можно 10. А можно вспоминать об этом время от времени. Самое главное это не усилие, а именно такое вот четкое ясное намерение, как ощущение принятия, что вы знаете, что это уже произошло. И относитесь тогда с благодарностью к этому. И вот тогда происходит этот процесс принятия, гармонизации, радости и счастья. И соответственно в этот момент вы чувствуете, что все идет как надо, что происходит именно то, что необходимо, что происходит самое лучшее, что есть в вашей жизни. И этот момент, да, или эти моменты будут радостными для вас. То есть вы будете чувствовать, что то, что с вами происходит, это именно ведет вас туда, куда нужно. То есть и это и есть связь с источником, связь с Высшим Я. Потому что часто мы не чувствуем этой связи и нас туда бросает из стороны в сторону. Так вот очень важно чувствовать эту взаимосвязь с самим собой, с источником и получать от него правильные указания, правильное направление. Вот. И тогда это будет то намерение, которое необходимо, которое будет исполняться и вы будете чувствовать, что это именно то, что нужно для вас. То есть вы будете прям чувствовать, что вот я иду в правильном направлении, что я иду по правильному руслу, что меня не что-то там, ну, как говорится, мешает, да, или беспокоит, да, то есть, а все идет как надо. И вот такое чувство уверенности, оно будет у вас в душе, в теле, в разуме. То есть вы будете чувствовать, что все идет как надо, все складывается наилучшим образом. И вот когда вы в таком состоянии, то, конечно же, вы будете продолжать намереваться. То есть и вот это сохранение намерения, оно и помогает его реализации. То есть мы не насилуем ни себя, ни пространство, ни вселенную. Мы просто двигаемся шаг за шагом в том направлении, которое подсказывает нам душа. И это направление, она знает, она чувствует, куда, куда лучше двигаться. Она чувствует, как правильно двигаться. И самое главное, это не мешать ей реализовывать этот потенциал, помогать ей, то есть осуществлять его. То есть и таким образом вы будете чувствовать, что это правильное направление, что это туда, куда нужно. И вот реализация этого жизненного потенциала, конечно же, происходит очень хорошо тогда, когда нет никаких сдерживающих факторов. То есть ни в уме, ни в пространстве, ни в теле. То есть все это единое целое. И соответственно, когда это единое целое, скажем так, вы чувствуете его, когда вы чувствуете вот эту неразрывную связь, то вы совершенно по-другому взаимодействуете с собой, с пространством, с природой, с другими людьми. То есть и, конечно же, вы очень тонко чувствуете вот эту грань, как правильно взаимодействовать. То есть вы не идете туда, куда не нужно, а именно четко ощущаете правильность своих действий. Четко знаете, куда и как двигаться. И вот это и есть правильное намерение. То есть, когда вы ощущаете свой ум, разум, тело, то это намерение начинает реализовываться как бы само собой. То есть вы можете это прямо попробовать. Мы сделаем сейчас практику такую, которая помогает в реализации намерения. И вы почувствуете, как можно реализовывать ваше намерение прямо здесь и сейчас, в настоящем моменте. Давайте сделаем ее. Закройте глаза, создайте пространство для сессии, ощутите себя в этом пространстве, ваше тело в этом пространстве. Вот. И почувствуйте, создайте какое-то намерение, которое вы хотели бы, чтобы реализовалось. Когда вы почувствуете это намерение, дайте ему возможность распространиться, дайте ему возможность стать большим, то есть распространиться на всю Вселенную. И не сдерживайте его ничем. Наоборот, давайте ему возможность двигаться, распространяться, то есть чтобы оно стало таким большим всеобъемлющим. И когда оно станет таким огромным, то почувствуйте, что это за намерение, да, каково оно, как оно взаимодействует с вами, с другими людьми. Вот. Если появляются какие-то сдерживающие факторы, которые мешают его реализации, как-то какие-то суждения, которые приходят, говорят, что это намерение не может быть реализовано, ему не суждено сбыться. Рассматривайте их как есть, наблюдайте за ними, смотрите, откуда они приходят, эти факторы. Вот. Откуда они проявляются, то есть случаи эти. И воспроизводите. Просто смотрите на это и наблюдайте, чтобы это рассоздавалось. И когда это будет рассознано, продолжайте создавать это намерение. То есть продолжайте его и чувствуйте одновременно его реализацию. То есть чувствуете, как оно реализовывается. То есть вы его создаете, оно реализовывается. Создаете, реализовывается. Вот таким образом происходит этот процесс. И соответственно, когда вы это делаете, то чувствуйте, что происходит вокруг вас. Чувствуете, что происходит, ну скажем так. Какие есть изменения в этом пространстве. Это очень важно. То есть, когда вы это почувствуете, то вы сможете гораздо лучше понять, что происходит. То есть, и это очень важный момент. То есть, когда вы чувствуете, что происходит, то, соответственно, вы знаете и понимаете лучше себя. То есть у вас восстанавливается связь с Высшим Я, и у вас появляется ощущение такого гармонии, спокойствия, счастья. То есть вы знаете о том, что это правильное намерение, правильное действие. И оно начинает реализовываться и наполняет тоже вас счастьем. Поэтому вы можете дать возможность сессии перетечь просто в вашу жизнь, чтобы это намерение вышло и начало реализовываться в обычной жизни. То есть имеется в виду просто сессия перетекает в жизнь, и намерение реализовывается, и вы наблюдаете за его реализацией. Так можно делать с любым намерением, которое у вас есть. Просто давать ему возможность реализовываться, чтобы оно было, продолжало существовать и реализовывалось в жизни. И наблюдать, благодарить за его осуществление. Вот таким образом происходит реализация намерения. Вы можете эту практику делать, когда вам захочется, в любой момент времени. Вот и таким образом поддерживать это намерение, которое создано и которое реализуется. Если у вас появляются какие-то вопросы или там что-то не получается в практике, вы можете всегда написать мне в личные сообщения или как вам удобно. Все мои контакты указаны будут в описании к этому видео. Обязательно прочитайте его. Также там будет описание самого видео и две моих книги «Мир и вечного познания» и «Полное исцеление», в которых я описал о том, как происходит создание Вселенных, и о том, как можно исцелить себя и других с помощью технологии процессинга. Вот если это видео вам было полезным, понравилось, то поставьте отметку «Нравится», подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписчик, включите колокольчик, это напоминание о новых видео, которые выходят у меня на канале ежедневно. И также поделитесь этим видео с вашими друзьями. Не уверена, оно будет тоже им полезно и приятно, и они с удовольствием его посмотрят и будут применять на практике. Вот. И, конечно же, я поздравляю каждого человека с вступлением в новую эру. Можно сказать, каждый Новый год – это как новая эра. И мы отмечаем его сейчас 1 декабря. Когда-то это были другие даты, но на самом деле астрономически, получается, этот переход происходит с 21 по 25 декабря. То есть солнышко начинает прибывать, и, соответственно, начинается новое становление, то есть новая радость, и в это время все больше и больше света и тепла. То есть увеличивается световой день, и это можно тоже и почувствовать, пронаблюдать. Поэтому, по сути, это и называется рождением солнышка, эти даты. То есть и сейчас, когда мы проходим через это, действительно можно загадать желание, или, точнее, даже создать намерение, и оно будет реализовываться обязательно, потому что вы теперь знаете, как его применять. Поэтому вам я желаю счастья, осознанности, гармонии и всего самого наилучшего в новом году. Так что смотрите канал, напомню, меня зовут Шевченко Александр, это канал Академии Счастья, и мы увидимся с вами совсем скоро, уже завтра в следующем видео. До скорой встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok